Я начинала работу здесь, познакомилась с Дианой Петрини, которая тоже представляет крылья Феникса. И мы помогали военным, 51-я бригада, которая вышла после Волновахи. Потом было Зеленополе, и я в нашем госпитале принимала раненых ребят, искали потеряшек двухсотых, которые были раскиданы по всем госпиталям. Нелли Яровенко, там личная история, парень был мобилизирован, и она год помогала ему, подразделению, в котором он находился. Валерия Ершова, сестра Ольги Малерчук, поэтому там история похожая. Тесная история. Да, тесная история, потому что когда Оля находилась возле раненого мужа, тяжело раненого мужа, Валерия находилась рядом с племянником. И все это время старалась поддержать и сестру, и с мужем, и, конечно, маленького Глебчика, который в какой-то период не знал о том, что папа тяжело ранен. Ну а потом, когда узнали, всячески пыталась как бы сгладить все те детские переживания, которые возникли в душе ребенка и страхи. Мне кажется, первое, что нужно ребятам, это моральная поддержка и осознание того, что здесь их ждут. Безусловно, есть много материальных вещей, которые им нужны. Но вот ничем нельзя заменить эти детские письма и эти детские рисунки, которые мы привозим. И я знаю, что это первое, что ребята достают. Это первое, что они вешают у себя в блиндажах. Когда мы были на передовой, я удивилась, насколько ценно это. До этого я знала, знала о том, что наши ребята, когда находились в аэропорту, они в нагрудном кармане держали эти детские рисунки. Но вот в поездке туда я увидела, что даже штабные офицеры вешают эти рисунки, ни один, ни два, а вот все свободное пространство блиндажа завешивают вот этими рисунками и письмами. Они хранят их в файлах, чтобы дождь или что-то еще, сырость, которая в блиндажах, она не повлияла на эти рисунки. Они разбираются очень быстро, и ребята с большим трепетом относятся к ним. Второй вопрос, ну это, безусловно, на мой взгляд, оптика различная, которая необходима для повышения боеспособности подразделения, для выживания ребят. И техника, рабочая техника. Наша группа сейчас во главе с Валерием Киселевым и Максимом Станиславским занимается экренированием. Это тоже очень большая, интересная тема, которая повышает уровень выживаемости техники и ребят. Я не могу об этом много говорить, они расскажут, но я знаю, что ребята постоянно просят, и это вопрос номер один, когда приходит техника, как повысить ее срок жизни и как защитить ребят. То есть аккумулятивная броня, которую они делают, тоже это очень важно. Ну и потом, ну, наверное, питание, но мне кажется, это те вопросы, которые государство уже должно решать. Я занималась весной проверкой столовых. Была такая обширная тема, значит, продвиния контракта Артек-Союза, который является практически монополистом в поставке продуктов. Мы были в столовой 79-й бригады, в Кульбакино. У меня сложилось впечатление, что есть моменты, которые военные уже могут решать самостоятельно, и они должны это делать, потому что волонтерство, ну, это тот костыль, который временно существует. Вот пока не могут решать, и он должен становиться меньше, меньше, меньше. Вот в данном случае некоторые вопросы, ну, уже должна двигать на второй план и заставлять их работать самостоятельно. Потому что возникнет группа таких инфантильных людей, которые привыкли говорить «дай». Ну, мне это не нравится, честно говоря. Ну, за великим рахунком, волонтери – це волонтери, але держава – це держава, я теж так гадаю. Скажите, пожалуйста, вы рассказали про прицели, оптика, те, что має бути, чтобы расширить боевые возможности. Как проходить процесс придбания, пошуку таких вот приводов, потому что это действительно высокоточный оптичный привод. И, ну, или нет трудностей, ну, кроме вартости, я знаю, что это первая трудность, которая достаточно тяжело переборяется. Вот что еще можно рассказать про этот именно направление, для чего вы их привозите, ну, я имею в виду, для каких видов оружия, или есть фаховцы, которые с ним умеют работать, потому что мало прилаштировать прицел, нужно пристрелять оружие, то там, на передку, это все умеют делать, так? Да, да, ну, за год уже появилась группа, которая специализируется на этом. И, ну, я всегда говорила, что мы девочки, мы не очень в этом разбираемся. Мне, как волонтеру-женщине, проще найти тех мужчин, которые знают, что, где, и попросить помощи, решить финансовую сторону. Мы не покупали ничего самостоятельного того, из чего, что вы назвали. Мы всегда обращались в те волонтерские группы, которые знают, что нужно привезти. Мы описывали те задачи, которые должны быть решены, разговаривали с волонтерской той группой, разговаривали с военными, либо становились вот тем промежуточным звеном, который их соединяет, и эта проблема решалась. Ну, я всегда считаю, что специалисты должны решать вот такую сложную задачу. Мы покупали только метеостанции, но это не входит, как бы... Это же комплект для снайперов, так я понимаю. Нет, нет, это не снайперы. У нас... Наше подразделение, которым мы занимались плотно, это самоходно-артиллерийские установки. Артуры. Да, арта. Им нужны были как раз вот эти вот метеостанции. А снайперские, вот винтовки, покупка снайперских винтовых прицелов... Ну, этим занимается специальная группа, есть киевляне, есть такой известный Паша Ка, который много для этого делает, поэтому я предпочитаю обращаться вот в эти волонтерские группы, чтобы они работали напрямую с военными, потому что они могут провести пристрелку и понять, какие задачи решаются. Вопрос еще стоит с патронами. С патронами? Ну, для каждой винтовки, да, там нужны определенные патроны, они стоят недешево, не всегда можно себе позволить купить. Если даже купил винтовку, туда нужно еще комплект патронов покупать, поэтому это дорогостоящее. Я думаю, вы имеете на увазе массовый авторитет влашников. Нет, 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 я не АК, если мы затронули тему работы снайперов, то как раз там сложности возникают, поэтому есть специалисты, которые вот уже за год работы знают, что, где найти. Ну и, безусловно, приезжают уже специалисты работать с определенными группами военных и обучать их работать с тем или иным видом оружия. Мы сейчас подошли до очень интересного вопроса. Войсковый конфликт тревает уже, здаясь, полтора года. Как изменилась наша армия за эти полтора года? Вы, как волонтер, который держит контакт, что вы можете сказать? Конечно, мы, очевидцы, все бачим и новини, и дивимыся. Вот я, например, читаю наши патріотичные паблики, и в фейсбуке, и вконтакте. Действительно, есть очень позитивные рушения, есть форма, есть нормальное налагоджение, но, напевно, не до всех это доходит, и не до всех отримутся поревну. Вот как вы считаете, чи всем всего выстачает, чи есть еще какие-то такие проблемные моменты, слабкие пункты, которые потребуют подальшую работу? Как вы скажете? Ну, безусловно, говорить о том, что всем всего хватает невозможно. В мире вообще никому нет такой идеальной системы, где бы всем всего хватало. Это утопия. Поэтому решать какие-то задачи определенные должны волонтеры. Но, опять же, за год система очень изменилась. Если мы возили в прошлом году абсолютно все, начиная с зубной пасты, футболки, ну, вот все, что можно было представить, то сейчас мы уже сосредоточились на ремонте техники, в основном, и покупке оптики. Остальные задачи, вот в моем подразделении решают командиры. В этом году я первый раз купила форму. Вот я честно скажу, что если кто-то возил форму, я ее привезла этим летом первый раз. Ребятам выдали форму. Абсолютно все получили, но дали наш пиксель. Вы знаете, что это такое. Это такой целлофановый пакет, в котором невозможно в температуре плюс 40 находиться. Там здаётся одна партия, яку были и откликали. Да, но это было до этого, да, там с номером. Они получили эту форму и просто сказали, что температура была очень высокой, на улице жарко, невозможно было. Поэтому мы, у нас есть волонтеры, которые возят с натовских складов форму, мы обратились к ним за помощью и закупили британские комплекты. Ну, как спасение для ребят. Это те, что были вкорствовании, так, разумею, или новые? Нет, новые. Мы новые, да, закупили. Я хочу сказать, что вот, к сожалению, у нас на военных наживаются. Такой бизнес у нас у некоторых людей возник. Ну, просивее, зрешто. Когда я захожу на рынок, на наши, на эти точки, я просто, на меня хватает ужас. Потому что я знаю, по какой цене я могу взять комплект у наших волонтеров, новое. И я вижу, почему они продают. Ну, цена в три раза... Насколько я знаю, взагалі, товари такого військового призначения, маю на увазі, это сучасное взуття, виталан, литние циберцы. Комплект одягов, они, здаясь, заборонені для реализации на рынках. Я давно там не был, не бачил. Здаясь, этого не было. Был, бачил комплект, грубо говоря, ЧБУшни, но нашего я там не бачил. Тобто, цей контроль, напевно, відбувается. Принаймні, за черевики я читав, що кожен черевик має свій штрих-код, свій індивідуальний номер, партію. Тобто, якщо воно десь з'явиться в торговельній мережі, то це можна відстежити і потім дізнатися, у кого були нехороші руки, які це все запустив. Граст. Ну, знаете, я вам скажу здесь, о насчет продажи нашей формы. Я столкнулась с таким фактом. Все кричать, что телевики продают. Я не исключаю. Така ситуація, що от телевиков що-то уходить. Але лично у мене була ситуація, коли в субботнє утро позвонив мобилизований боец, який получив комплект канадської формы, канадські берці. Ти на великі підущі. Така, але ці берці, ми знаємо, що це не ботинки, там встановлені спеціальні пластіни, які захороняють ноги. Така, вони зроблені по технології. Можна продати берці. Це немає коментарів. Так, от просто без коментарів. Скажіть, будь ласка, яким чином Ви, Ваша організація, співпрацюєте з органами місцевої влади? Наскільки Вам допомагає обласна влада, місцева влада? Чи є розуміння Ваших потреб? Які підприємства йдуть на зустріч? Ну, относительно помощи власти. У нас був созданий Совет волонтёров при областній облдержадміністрації. Я являюсь представителем этого Совета волонтёров. Туда входять ще Ольга Малерчук, Валерий Кисель і Максим Станиславський, як представників 4-х направлень. Я займаюся медициною, реабілитациєю, Ребят, Ольга, соціальними випросами і семьями. І Максим, военна тематка, Валера, с Валерою тоже, і Татьяна Поліщук, наш секретарь. Ми являемся тем связуючим звеном между остальними волонтёрами і ребятами, які допомагають решати проблеми. Тому що невозможно себе представити, що всі волонтёри вдруг побегуть в областну администрацію і будуть обращаться к Вадиму Івановичу чи Оксані Альбиновні за допомогою. Ну, їм не хватит просто времени. Тому ми собираємо просьби ребят і передаємо їх вже туди, в областну администрацію. Я скажу, що ні одне обращення, котре ми зробили, не було ставлено без внимання. І все те просьби, с которими обращались, вони були решени касаємо допомоги сім'ям, касаємо реабилитации ребят. Фінансової підтримки не всегда получалось помочь с покупкой лекарства. Біли такі моменти, де, вона знаєте, що военослужащі отримують безплатне лечення. Але вот коли центр реабилитацион відкрився на Наномиві, там по законодавленій базі безплатне лечення только ребята з удостоверенью УБД. Участник боєвих действий. На той момент, коли він відкрився, не все ще отримали це віддіювання. і тому с юридичної точки зрения вони не могли предоставити їм безплатне лечення. Ми решали ці вопроси з допомогою областної администрації. Я знаю, що огромну допомогу вони оказывають якраз в ремонті техніки. Коли Максим і Валерія обращаються за допомогою, щоб якесь підприємство взяло на себе ремонт той чи іншої техніки, всегда Вадим Іванович старається помочь і поспособствувати тому, щоб це було максимально додатково. Скоординивати цю роботу. скоординировати цю роботу. Поэтому все предприятия, у нас, я знаю, завод Заря, сейчас бронетанковий завод запустили, і много авто, Окрпочта, я знаю, занимається ремонтом. Максим с Валерием вам розповідає подробні, які предприятия, але очень багато предприятий у нас в Николаїві, вони допомагають. Многі, кстати, стараються не піарити себе на це, а просто тихо робити свою роботу. Тихо робити свою роботу. Я знаю, що нескільки таких багатих финансово спроможних, так, як говориться, організація, допомогали навіть мені в решенні якихось питань, але завжди звучало, не афішуєте, хто це допомогав. Ми не будемо афішувати, ми не будемо афішувати, подякуємо. Тому радують, що люди допомагають, люди відкрікаються і вони розуміють, що ця допомога важна. Скажіть, будь ласка, таке питання за вашими словами. От вже рік триває більше навіть цей конфлікт і волонтерський рух, як унікальне явище в новітній історії, він теж продовжується, триває і розвивається. А чи не втомились люди, як ви думаєте, жертвувати свої гроші, час, якийсь особистий простір для того, щоб допомагати? Тобто, чи не зміліє цей джерель від народу до тих, хто потребує цієї допомоги? Ви зрозуміли, про що не втомилися? Относительно усталості. Знаєте, я кожне утро просипаюсь і розумію, що я устала. Я дійсвітленно устала, тому що мені, як жінці, достатньо важко шукати деталі на Уралу, деталі на ГАЗ-66. Це взагалі не моя тема, але я це роблю. А потім я розуміюю, що коли я утром просыпаюсь, і просыпається мій рівенок, він видит солнце, він видит голубе небо, він йдет в школу, а не свистят пули. я не можу по-другому. І я думаю, що інші не можу. Коли ти розумієш, що ти живеш тут мирно життя, тому що ребята там, все становиться предельно ясно. відбувається. Безусловно, така економічна ситуація, яка відбувалася в країні, отразилася на помощі. Але у нас вже сложився костяк людей, які постоянно помогають. Є люди, котрим я можу позвонити і сказати, що «Ребята, дуже нужна помощь. Фінансово ми не можемо. Огромне вам спасибо за то, що ви на такі мої звонки завжди відкликаєтесь». І я знаю, що вони помогуть. В полному объємі, не в полному объємі, але вони помогуть. І говорити о том, що що-то змінилося і стало менше, але це природно. Ктось вже не може, але він не нашов тот формат, де йому помогати, але він все рівно іщет. І чоловік прийдет в це. А тот, кто для того, щоб успокоїть себе, я помог, ну, вот він отразово сделал і отошел в сторону і наслаждається тем, що він помог. Це його позиція. Тут нельзя говорить, хто прав, хто не прав. У кожного свій путь. Своя правда. І я говорю спасибо каждому, хто помог за це. В Непритурівській, наверное, вже многие знают, є бабуска, котре, їй около 90 лет, она приносит, продає цветы і приходить в Мечниково, там, де лежат самые тяжелі ребята, там пирожки і якій-то допомогі. У нас тоже в волонтерську сотню приходить бабуска, которой около 80 лет. Она печет булочки і печенье і передає ребятам. Ну, це дуже трогательно, і записочки ще туди кладет. Єсть дітки п'ятилетні, які плетут браслетики для ребят. Ну, каждая помогає як може. І даже за коробок спичек за це огромное спасибо, тому що людина подумав о ребятах. Подумав один раз, подумав несколько раз. Це не важливо, головне, що він подумав. Це досвід, який гідний наслідування. Скажіть, будь ласка, давайте зараз поговоримо вже про тих, хто був там і повернувся сюди. Реабілітація бійців, які є проблемні питання в цьому напрямку? Що повинні знати рідні, які зустріли свого героя назад? І як, зрештою, поводиться ця людина? Якого роду допомогу психологічно повинен він отримати в першу чергу, щоб звикнути до мирного життя? Возвращення ребят це дуже складна тема. Я знаю, як вони, пробував в какой-то період на передовій, їдуть в відпуск, коли вони приїжджають в мирний город, яка їх реакція? У них шок, тому що совершенно другая реальність. Я, гав би, сама після поїздки в АТО поняла, що є життя здесь, она вот такая, а є життя там, она совершенно другая. Це відчувається. Це дуже відчувається. там все гораздо проще. Там все оголено, і видно, какой человек, чого він стоїть. Нету этой игры. Звукопи всеревняти. Там все одинакові. Що можна понять родним, що вернувшись оттуда, вони вернулись другими. Они приобрели какой-то опыт, і відкріли себе там с другой сторони, і це буде знакомство заново. Євні є жін, чість родственників, які прошли с ребятами цей путь. І я просто преклоняюсь перед такими людьми, що вони нашли в себе сили пройти цей путь знову. Це дуже важливо. Вони менялися с ребятами, вони понимають, що відбувшло, і вони готові вместе дальше йти. Євні інші групи людей, які ждали їх просто здесь. Це їх вибор. Але це ситуація, яка приведе к проблемам. Тому що вони остались ті жі самими, які були год назад, а ребята змінились. І питання готові ли вони встретити другого такого человека, нового вернуться, готові ли вони з ним знакомитися, тут можуть возникнути действительно больші сложності. Все це решаємо. У нас кризисна служба, которая в Николаївську область возглавляє Руслана Мороз, можна к ним обратиться, вони посоветують реабилитационні программи, вони работають индивидуально з бойцами вернувшимися, вони работають з жінами, вони работають з семьями, є программи семейной реабилитации, буквально такого роду допомога. Она существує, вот две недели назад где-то вернулось две семьи у нас з семейной реабилитации, девочки позвонили, сказали, що у них почався второй медовий месяц. Они поняли, там они работали с психологами и они стали и ребята что-то для себя поняли, и жены что-то для себя поняли, и они говорят, у нас наконец-то оно наладилось. Что ж, дякую вам за то, что поделились досвідом волонтерской работы. Шановні глядачі, на цьому час нашої програми «Запитаю влади», добігаю кінця. З вами був журналіст Олександр Молодцов і студії волонтер громадського об'єднання «Оберіг» Лариса Снігур. Дякуємо вам за увагу, до зустрічі і в ефірі. Дякую.